Отметить Новый год дважды в России проще простого. Первый раз его встречают по Григорианскому календарю с 31 декабря на 1 января. Второй с 13 на 14 января по Юлианскому календарю. По статистике в нашей стране Старый Новый год отметят 40% населения. С работы придем и поужинаем все. С семьей. Мы не отмечаем. Два Нового года как-то не особо. Первый Новый год как-то, ну, понятное дело, можно отметить, как говорится. Второй Новый год, так называемый Старый Новый год, появился в России в 1918 году. По распоряжению Владимира Ленина после Октябрьской революции Новый год стали отмечать по Григорианскому католическому календарю, то есть с 31 декабря на 1 января. До этого граждане Российской империи жили по Юлианскому православному календарю. Разница в датах составляла и сейчас составляет 13 дней. В документах и газетах того времени печатали две даты одного дня. Чтобы упразднить этот дуализм, решили перейти на григорианский стиль. Православная церковь его не приняла. Так появились две даты празднования Нового года. По одному леточислению мы празднуем Новый год, по другому леточислению празднуем Рождество. Ну, чтобы как-то, наверное, скрасить, что ли, или каким-то образом нивелировать вот это вот совершенно непонятное соотношение, ну, стаканился вот со временем такой праздник, как Старый Новый год. Тогда вот получается все логично. Сначала мы празднуем Рождество 7-го числа, и потом уже наступает наш Российский Новый год. Православные христиане 14 января отмечают три религиозных праздника. День Святого Василия Великого, обрезание Господня и Рождество Христово. Поэтому верующие в Иисуса пойдут на литургию в храм, а не пировать. Всем остальным россиянам предоставляется еще один повод встретиться в дружной компании и повеселиться от души после первой рабочей недели в 23-м году, встретив Старый Новый год. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.